В минувшие выходные из-за выпавшего снега в Хакасии произошло несколько серьезных ДТП. В ночь с субботы на воскресенье с разницей в две минуты на трассе Енисей слетели два автомобиля. В Оградском районе прокинулся Супару Форестер. Погибла 60-летняя пассажирка. Она была не пристегнута. В Черногорске не справился с управлением водитель Лады Калина. Пострадали двое. Накануне произошла еще одна авария, которая унесла жизни двоих человек. Это случилось на 62-м километре трассы Пригорск-Сорск. Скончались 72-летний водитель и 69-летняя пассажирка. Сотрудники дорожной полиции призывают автомобилистов снижать скорость. На дорогах все еще очень скользко. Кровавые разборки из-за телевизора. В Абакане двое собутыльников вместе распивали спиртное, а когда деньги закончились, решили заложить телевизор в ломбард. Изрядно набравшись, приятели стали выяснять, кто же в итоге кому должен денег и чья задача выкупать технику. В ход пошли кулаки. Владелец телевизора напал на товарища и стал избивать, да силу не рассчитал. Наутро мужчины обнаружили, что потерпевший скончался. Медикам скорой помощи и сотрудникам полиции в компании сказали, что не знают причину смерти друга, умолчав о драке. Однако вскрытие показало истинные причины. Злоумышленник задержан, он уже признался в содеянном. А в Ширинском районе возбудили уголовное дело после драки на улице. Напомним, в минувшие выходные в соцсетях очевидцы распространили видео, где двое парней жестоко избивают третьего. У пострадавшего серьезные травмы, он госпитализирован. По предварительной версии следствия, все произошло 15 апреля около 6 часов утра в селе Солюноозерное. На кадрах видно, как двое молодых местных жителей догоняют 32-летнего сельчанина, валят его на землю и начинают бить хоккейными клюшками и палками. В чем причина, конфликта не сообщается. Один из фигурантов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 58-летнего жителя Аскизского района, по вине которого сгорели больше 300 гектаров леса, приговорили к обязательным работам и крупному штрафу. По информации республиканской прокуратуры, в апреле прошлого года сельчанин вблизи Аала Тюртас развел костер, чтобы приготовить еду, но не углядел за огнем. Вспыхнула сухая трава, пламя охватило лесной массив, сгорела огромная территория, но вщерб оценили почти в 900 тысяч рублей. Решением суда эту сумму поджигатель должен возместить в пользу Министерства природных ресурсов. Также мужчина обязан отработать 240 часов. Продолжение следует...